Ну что, давайте начнем. Весь свой рассказ я буду визуализировать в презентации, для того, чтобы вам наглядно было понятно, видно, если вдруг вы захотите что-то записать. Итак, мы говорим про курс Event Management, и я расскажу сегодня о том, из чего состоит курс, про что он, как проходит обучение. Но давайте сначала познакомимся. Зовут меня Татьяна Багрианцева. Я преподаю курс Event Management, профессиональной организации мероприятий. Мой опыт более 10 лет. Я начинала работать с сегмента MICE. Эта аббревиатура расшифровывается как Meeting, Consentive, Conference and Events. Это больше мероприятия выездные, и они абсолютно разного формата. И конференции, и тимбилдинги. Ну, если объяснить более доступным языком, то есть это все мероприятия, которые out of office, когда компания вывозит сотрудников по какой-либо инициативе. То есть это либо поощрение, либо обучение, либо это выставка, либо это посещение внешнего мероприятия. Начинала я работать с подмосковных площадок. И дальше это уже была Европа, Азия, Америка. В общем, весь мир, так скажем. Майс это вот такие выездные мероприятия. В связи с тем, что начинала я еще на заре ивент менеджмента, так скажем, заниматься профессиональной деятельностью, индустрия развивалась и стали более востребованы специалисты, которые занимались именно организацией мероприятий. Потому что Майс предполагает под собой логистическую travel часть плюс организацию мероприятий. В связи с этим организация мероприятий стала мне нравиться, естественно, больше, чем логистика. Ну, согласитесь, заниматься визовым обслуживанием группы и групповым бронированием билетов не так интересно, как организовать мероприятия с концептуальной составляющей, с подбором артистов, ну и все, что входит в мероприятие. Здравствуйте, вот к нам мощные слушатели подходят. Вы на ивент менеджмент, да? Я уже просто начала, у нас вебинаристы, и вот сейчас как раз мы на этапе знакомства, то есть я рассказываю о себе. Так вот, после того, как индустрия стала четко разделяться, появились уже именно ивент-агентства, которые специализировались на внутрикорпоративных мероприятиях и прочее. И тем самым я стала работать на их базе, постоянно повышая свой уровень профессионализма и, так скажем, покоряя карьерную лестницу ивент-менеджера. Работала и руководителем ивент-департамента, где в подчинении было 16 ивент-менеджеров. Это такой, знаете, челлендж, потому что очень большое количество заявок, тендеров, и все это необходимо было администрировать. И потом крайняя моя должность была директора по развитию бизнеса, все, что с этим связано. Но всегда, и вот отработав более 10 лет в агентствах, на стороне агентства, мне всегда было интересно, как это быть организатором мероприятий на стороне клиента. И у меня был такой незакрытый гештальт, я хотела устроиться в компанию, где я могла бы, как говорится, побывать на другой стороне Луны. И намеренно ушла из агентства и стала заниматься поиском работы в этом направлении. Таким образом, я стала работать в компании «Русал». Моя позиция называлась «Менеджер по внутрикорпоративным мероприятиям». И здесь уже формат мероприятий был настолько широкий, что охватывал практически все сферы вент-менеджмента. То есть это и маркетинговые мероприятия, и пиар-мероприятия, и выставки, и внутрикорпоративные события, и продакшн, который касается так или иначе ивент-менеджмента. Поэтому, исходя из своего опыта, я могу сказать следующее, что какие бы задачи перед вами не стояли в рамках обучения организации мероприятий, я без ложной скромности отвечу, что смогу ответить на любой ваш запрос. Потому что работала по разные стороны баррикад, знаю, как там, знаю, как здесь. И вы сможете в полной мере почерпнуть из меня той информации, которая нужна именно вам. Потому что, когда приходят слушатели ко мне на обучение, у каждого есть свои задачи. Кто-то хочет открыть свое агентство, кто-то хочет работать в ивент-агентстве, кто-то, допустим, устав от какой-то другой работы, поменять свою профессию, и таким образом начать работать в индустрии организации мероприятий. Кто-то хочет поменять направление деятельности, необходимо прокачать недостающие скиллы, так скажем, стороны себя, как ивент-менеджера. Вот это все есть в курсе, есть базовая информация, которую вы впоследствии можете использовать в рамках своих поставленных целей и задач для курса. Но мы еще поговорим о том, как состоит курс, то есть о структуре занятий, и вы сможете составить такое впечатление об обучении. Так, я могу сразу дать вам все свои, немножко съехала презентация в плане букв. Я просто объясню, я, как сейчас любой ивент-менеджер, работаю на МАКе, и мои презентации в программе Keynote. Сейчас я веду вебинар со стационарного, прошу прощения, компьютера, и здесь обычный PowerPoint, и немного съехал, поэтому прошу прощения. Я отдаю вам свои контакты, в том числе свой номер телефона, последняя цифра 9, то есть 832-9. Есть у меня группа, то есть вы можете, если вдруг у вас останется какой-то, знаете, вопрос последний, идти или не идти на курс, вы можете со мной связаться и задать его мне. Я с удовольствием отвечаю всем. Дальше. У меня есть группа в Фейсбуке, можно туда присоединиться, посмотреть. Я там часто какие-то вакансии для ивент-менеджеров опубликовываю, потому что мой Фейсбук, он состоит из партнеров и клиентов. Ну, так или иначе, все связано с ивент-менеджментом, то есть это практически такая бизнес уже страничка, но бизнес в плане профессиональная, а не в плане того, что она там стоит сколько-то это все, естественно, бесплатно на базе соцсетей. Можно там посмотреть, там есть узкоспециализированная информация, плюс мои слушатели, которые прошли курс часто, которые успешно трудоустроились, часто делают там публикации, каких-то событий, достойных нашего внимания, и я их с моего одобрения также публикую в группе. Ну, и есть еще страничка в Инстаграм, где я тоже веду какую-то активную деятельность в плане освещения каких-то, так скажем, форматов про индустрию мероприятий, про свою деятельность. В общем, присоединяйтесь, если есть желание. Ну, и расскажу про курс. В принципе, у нас 4 выходных, это 32 академических часа, это 11 модулей, и занимаемся мы с 10 до 17.10. Ну, то есть с 10 до 5, грубо говоря, да, там 10 минут. С перерывом на обед часовым, ну, то есть формат вот такого очного обучения. Занимаемся, так вот, если меня не изменяет память, по-моему, по воскресеньям в мае, и комплекс стилобат, это, по-моему, Бауманка, да. Ну, в центр Москвы очень удобно добираться, поэтому вы можете более подробно посмотреть на сайте специалиста, там 100% есть детальная информация. Значит, сейчас я коротко расскажу программу по модулям, да, чтобы у вас было представление, что мы изучаем в процессе обучения. Значит, первый модуль, он самый важный, и у меня такой достаточно обширный, и я там рассказываю вообще, в принципе, про профессию, про индустрию. Мы разбираем понятие, что такое мероприятие, мы разбираем понятие самого, так скажем, сленг, терминологию, чтобы потом в дальнейшем ей пользоваться, как переводятся те или иные аббревиатуры, кто такой ивент-менеджер, какие обязанности входят в данную профессию, что такое мероприятие, кто является аудиторией в том или ином мероприятии, какие бывают виды ивент по бюджету, по количеству человек, по формату, и разбираем эффективность мероприятий, разбираем несколько методов оценки мероприятий, поговорим про то, что такое ROI, и какие можно использовать инструменты по оценке мероприятий. Это такой прям реально обширный вводный модуль, после которого становится очень понятно, куда дальше, потому что некоторые слушатели приходят и говорят, я не могу понять, куда мне дальше, как выбрать, что я хочу, я не могу определиться, вот вроде бы вот оно, а что именно конкретно, я не понимаю. Как правило, даже после первого дня обучения сразу становится ясно, куда идти дальше, потому что в первый день обучения после вводного модуля я даю задание на аттестационную работу, в зависимости от количества участников на курсе, мы разбиваемся на группы, и я даю задание по разработке мероприятий. И с каждым модулем, соответственно, объясняю, как это необходимо сделать, даю форматы документов, шаблоны, как с этим правильно работать, как это заполнять, то есть полностью от и до. То есть если сказать, так скажем, в общем, то вы будете работать над своим полноценным проектом. Да, плюс еще и в рабочей команде. То есть у вас будет рабочий, потому что Event Manager, он в принципе никогда не работает в единственном числе, это как правило проектная команда, и вот у вас будет такая возможность создавать свой проект в течение четырех недель и в конце защитить его на последнем занятии в формате предоставления презентации, бюджетирования и прочее. Так, что дальше? Ну, если коротко, кстати, сказать, кто такой Event Manager, да, многие ко мне приходят, не до конца понимают его функционал, потому что потом в процессе, когда мы начинаем уже обучение и даже когда заканчиваем обучение, мне потом слушатели задают вопросы, а что, это не офисная работа? Я говорю, ну, конечно, нет, то есть в офисе вы проводите там 20% своего времени, остальное посещение, там, встреч с клиентами, с партнерами, инспекция площадок, всевозможные, ну, то есть все, что необходимо для организации мероприятия, находится out of office. Если говорить про режим дня, то он ненормированный. Многие любят такой формат, потому что часто ты работаешь в пути, даже какую-то работу ты можешь home office такой организовать, сделать из дома, и с 9 до 6, то есть это не то. Вообще, когда говорить, если говорить про график работы Event Manager, то я называю так, знаете, как 7-11, то есть 24 часа на связи, и даже если вы откроете вакансии на том же HeadHunter, вы увидите в требованиях, сейчас работодатель пишет 7-24-365 в строке график работы. Это про Event Manager. И нужно четко понимать, сможете ли вы работать в этом режиме. Но вообще слово «работать» к Event Manager не очень подходит. Потому что Event Manager – это не профессия, это образ жизни, это лайфстайл, так скажем. Потому что очень многие у меня, кстати, слушатели, девушки, которые из декрета хотят выйти в новую профессию, спрашивают, ну вот, Тань, ну а как совмещать семью, детей и все это? Я просто объясняю так, что не нужно разделять, да, ну то есть разделение в этом и ошибка. Нужно все это как бы органично интегрировать, и все получится. Возможно начать с какой-то… Ведь не все агентства одинаковые, они абсолютно все разные, несмотря на то, что занимаются организации мероприятий. Где-то больше офисная часть, где-то там вы будете работать с документацией, например, или, как знаете, есть ивент-менеджеры, там, человек-табличка, или еще их называют калькуляторы, да. То есть можно начать с этого. Потом, когда вы становитесь чуть более свободными, вы можете уже уходить больше в поля. То есть должности разные, они отвечают абсолютно разным запросам. Если у вас дети, уходите в индустрию детских праздников. Сейчас это вообще такой своеобразный булл, набирает обороты. Многие селебрити открывают вообще рестораны и развивающие центры, это всегда востребовано, да. Большинство ресторанов в Москве сейчас уходят в форматы бранчей, так или иначе туда приходят семьи и для детей организовываются детские зоны, детские комнаты. Ну, то есть я к тому, что вы можете применить себя как организатор мероприятий в разных абсолютно спектрах. Вот я больше 10 лет работала и каждый раз у меня были разные направленности по формату мероприятий, о том, какие это мероприятия. И каждый раз я выбирала то, что вот в определенный момент мне удобно и нравится. То есть когда-то мне, у меня была куча свободного времени, и я с самолета на самолет, из страны в страну, и для меня это было нормально. Потом в определенный момент я захотела более там сидячий, оседлый образ жизни, если можно так сказать. И тогда я ушла в Русал, хотя там полгода только посидела, а потом Хакасия, Гаяна и так далее. Тоже очень много интересных примеров из опыта и практики, которые я, безусловно, рассказываю на курсе, привожу примеры, потому что без, так скажем, наглядности подкрепить какую-то там теорию невозможно. Ну так вот, ивент-менеджер – это не тот человек, который постоянно тусит, общается со звездами, с селебрити и пьет элитный алкоголь, так скажем. Это такой серый кардинал, который работает за двоих, за троих, за четверых, когда это нужно. Значит, если проговорить про зарплату, давайте тоже многие, потому что для многих интересна эта тема. Это у меня есть вводный модуль, но я также хотела ее обсудить сейчас, для того, чтобы вы понимали, насколько это самоокупаемо. То есть наш курс по сравнению с… Ну, то есть на рынке он достаточно, так скажем, ну, оптимальный, ну, то есть, так скажем, даже не средний, даже ниже среднего уровня по цене, потому что если сравнивать зарплату Event Manager и там стоимость курса, это, конечно же, очень малая его часть. Даже с позиции ассистента у меня очень многие начинающие Event Manager устраиваются на позиции ассистента. Это от 25 до 30 тысяч, а в зависимости от функционала и от того, знаете ли вы английский язык. Значит, что вам нужно знать? Это высшее… У вас должно быть высшее образование, это требование к любому специалисту, который идет работать в Event Management. Это уверенный пользователь компьютера, но сейчас это просто не обсуждается, да, потому что Excel, Word, PowerPoint – это вообще рабочая лошадка, которая постоянно в открытом… то есть из программ, которые у меня открыты, PowerPoint всегда, ну, в данном случае, Keynote. Вот, ну и плюс ваше творческое начало, которое, собственно, и сподвигло вас прийти в эту профессию, я уверена. Устроиться ассистентом несложно, но человек на место очень много. Были у меня такие сейчас коллеги, которые там объявили конкурс на позицию ассистента, и там больше 100 человек на место практически пришло. Значит, уровень заработной платы Event Manager определяется вашим опытом. Все очень просто. Вот от одного до двух лет здесь уже идет 50 тысяч гарантированно. Значит, если есть опыт разработки концепции, если есть своя база партнеров-поставщиков, потому что вы приходите в агентство или в корпорацию, и вам сразу дают 1, 2, 3 проекта. Для того, чтобы их реализовать, у вас должны быть наработки как минимум технических специалистов, ведущих проверенных, и вы должны понимать, с чего начать делать мероприятие и как реализовать концептуальную составляющую. Далее. Если ваш опыт уже от трех лет, то вы рассчитываете на позицию Senior Event Manager, либо это Account Manager, то есть по-разному называется. Опыт работы от трех лет. У вас уже потребует, естественно, портфолио проектов, так или иначе, потому что поэтому мой совет начинать фиксировать ваше мероприятие, ну, хотя бы где-то в аккаунте соцсетей небольшое фото и маленький релиз того, что вы делаете. Ну и, конечно же, английский язык, потому что очень много корпораций, они работают с экспатами, плюс, опять же, выездные мероприятия, поэтому здесь вы будете работать с разными клиентами, и иногда вам нужно будет обязательно общаться на английском языке. Ну, и если говорить про топовые позиции, то, естественно, это Head of Department, это уже от 100 тысяч рублей, это опыт работы от пяти лет, это должен быть управленческий опыт и уже портфолио рекомендаций таких серьезных клиентов, проектов, работодателей предыдущих. Все это должно быть. Ну, я знаю топовых ивент-менеджеров, которые зарабатывают там в другой валюте очень большие деньги либо это там шестизначные цифры. То есть, в принципе, если вы приходите в агентство и вам говорят потолка нет, это не вранье, потому что вы можете работать на процентах, как на бонусах, да, от проекта. Это вот 30 там процентов, не знаю, ну, то есть это как вы договариваетесь с работодателем. И проекты бывают очень дорогостоящими, с миллионными бюджетами. Ваша прибыль может, там, агентская комиссия может быть достойной, и это будет ваш, собственно, заработок, помимо оклада. То есть, вот, в среднем это выглядит вот таким образом, да, поэтому в любом случае работа ивент-менеджера это высокооплачиваемая должность как профессионала. Так, ну вот, про дистанционную работу еще пару слов. Мы на курсе проходим четыре типа, четыре формата мероприятий. Это пресс-мероприятия, это корпоративные мероприятия, там, Новый год, тимбилдинг, да, маркетинговые события и выставки. Вы выбираете формат мероприятий и работаете над ним. То есть, вот, в первый день я делаю максимально у вас все возможное для того, чтобы вы выбрали себе формат, ну, то есть, то мероприятие, который вам ближе. Возможно, если вы уже занимаетесь выставками, и вам надо еще больше, там, углубиться, вы возьмете выставку и сделать, там, проект вашей мечты. Либо это, наоборот, та деятельность, которая вызывает у вас сложности, и вы хотите ее прокачать, да, там, то есть, вы работали все же с корпоративным мероприятием, не понимаете, что такое пресс-мероприятие, как с этим работать. Берете, значит, этот формат и отрабатываете его. Вот, и, опять же, как я говорила, в зависимости от количества слушателей, мы делимся на проектные команды, и в них распределяем роли. Кто-то делает бюджетирование, кто-то готовит презентацию, но так или иначе, формат проекта, его концепцию и, там, идеологию вы разрабатываете все вместе. Вот, что касается, это примеры, да, проектов, как выглядит аттестационная работа, это презентация в формате PowerPoint, либо Keynote, значит, защищаете концепцию, бюджет, экшн-план, рабочий сценарий. Я все эти форматы документов рассказываю максимально подробно на курсах, даю шаблоны, поэтому не нужно говорить о том, что, ну, то есть не нужно сейчас думать о том, что это сложно. Ну, то есть все это будет очень подробно рассказано в рамках обучения. И, в принципе, это основные документы в работе ивент-менеджера, то есть вы этим сможете пользоваться. У меня сейчас одна девочка обучалась из Тулы, и она сейчас устроилась в, если я не ошибаюсь, в Ауди, ну, то есть в какой-то дилерский центр по автомобилям написала мне прям большое спасибо за документы, которыми она пользуется. Вообще, очень много хороших примеров по трудоустройству. Вот есть у меня одна служительница, которая сейчас работает в Роскосмосе, например. Ну, тоже мы сейчас общаемся, продолжаем, я ее поддерживаю в рамках ее работы, и она, кстати, попала туда, если вы спросите, как она туда попала, я вам скажу, она попала туда с биржи труда. То есть у нее был какой-то там опыт релевантный, и в итоге она попала, и сейчас максимально ее деятельность приближена к функционалу по организации мероприятий. То есть еще много положительных примеров, если есть вопросы, задавайте, я вам еще об этом расскажу. Дальше, безусловно, у нас есть модуль по креативу, где, сейчас расскажу, интересная практика, то есть вы скажете, где, где практика, есть практика, не переживайте, помимо аттестационной работы и того, что вы научитесь своими руками от и до, с нуля собирать проект, у нас будет еще и дополнительная практика. Ну, во-первых, я постоянно сама обучаюсь и прохожу, так скажем, повышаю свою квалификацию во всех сферах то, что требуется в энд-пенеджменту, да, вот, и перед курсом я сейчас буду прокачивать свою креативную сторону, поэтому уверена, что будет еще какая-то бомбически интересная информация, которую я с вами, безусловно, поделюсь. Если говорить про стандартный модуль, то мы рассмотрим варианты концепций, причем я их рассматриваю не как теория, да, там, концепция такая, я беру просто свои успешные кейсы и рассказываю их, и очень многие мне потом говорят спасибо, потому что я наталкиваю людей на какое-то творческое начало той или иной задачи, которую вам необходимо решить. То есть, любой кейс это такое лекало, которое можно использовать потом в рамках там своей работы. Поэтому не сухая информация, 100% можете собрать отзывы, я уверяю, то есть гарантирую. Дальше у нас будет такой блок по брейнстормингу и опять же у нас будет практика, где мы будем генерить идеи. У меня есть практика креатива, ну сейчас мы дойдем, у меня следующий модуль расскажу. А потом буду рассказывать, как стать автором идеи, то есть как все-таки начать придумывать, потому что я помню, когда я пришла в профессию, это было так сложно, я прям думала, что все сидят и это какие-то там сценаристы в проектной команде Никиты Михалкова, потому что хотя я когда пришла в индустрию, это было на заре, там была система космоса, карнавальная ночь, просто какие-то элементарные форматы, но для меня это было так сложно, сейчас для меня это легко. Во-первых, я могу сказать 100% что это прокачивается и нарабатывается, то есть даже если вы от природы математик, физик, то есть у вас какой-то другой склад ума, я научу как быть в тренде, как понять, что сейчас на рынке актуально и как стать автором, если вы Эйнштейн. Дальше, расскажу, беру еще один из форматов кейс стимбилдинга своего и раскладываю его прям на молекулы, то есть не говорю вам о том, какой это уже классный проект, а рассказ о том, как он создавался, начиная от того, как я его придумала, кто мне помогал это делать, как клиент его в итоге, как он победил тендер у клиента и как я его потом реализовала, рассказываю от и до, начиная от идеи до бюджета и в итоге показываю там видео. Ну и про презентацию концепции, как она должна выглядеть, ее формат, структуру, то есть какие ресурсы для презентации использовать, расскажу вам, как сделать PowerPoint правильным, как подать свою креативную концепцию правильно, чтобы ее купил клиент, чтобы она была интересна, чтобы вы могли о ней рассказать и на очной встрече, и если просто отправили в письме, какие существуют стандарты и прочее, прочее, то есть все про то, как презентовать в смысле сделать PowerPoint и как рассказать клиенту, в данном модуле я это все презентую. Практика, вот, вернусь, значит, по брейнстормингу, разделяемся на группы, брейнстормим, и есть у меня еще такая практика, как креатив за минуту, когда каждый сможет реализоваться, когда мы предлагаем идею, я даю вводные, то есть у меня есть определенный бриф, по которому необходимо сделать креатив, и вот каждый может создать свой креатив на эту тему, и после чего, конечно же, я говорю о том, в итоге, что мы выбрали, как это было. дальше идет блок, идет модуль о логистике мероприятия, здесь мы разбираем подробно цели и задачи мероприятия, как сформулировать, как происходит постановка целей и реализация задач, подробно рассматриваем планирование хода мероприятия, то есть, вот опять же, с чего начать и чем закончить, да, и что в процессе, что зачем, я рассказываю свой вариант, что зачем, потому что это важно, и скажу вам, что 80% немножко не то представление было до того, как я рассказывала, что многие начинают думать иначе, более правильно, так скажем. Тайминг, реализация проекта, то есть, рассказываю о том, в какое время лучше проводить пресс-мероприятие, за сколько времени необходимо анонсировать мероприятие, сезонность, как влияет мероприятие, как влияет сезонность на планирование мероприятия, то есть, все эти нюансы, которые необходимо учитывать, как распределять работы между сотрудниками, в агентстве, если вы работаете в корпорации, потому что очень большие вопросы от слушателей со стороны от того, что event-менеджер это мультизадачная должность, и ко мне зачастую проходит слушатель, говорит, да, но я не могу, ну как, как вот, у меня приходит там 5 заявок, 5 опросов, с чего мне начать, что мне реализовать сначала, как мне это все успеть, вот, да, ну, я вам сразу могу сказать сейчас ответ на этот вопрос, он един, это делегирование, кто бы то ни был, это либо ваши сотрудники, ассистенты, или, ну, там, дизайнеры и прочее, то есть, молниеносное делегирование для event-менеджера это первый ключ к успеху, вот, и, как бы то ни было, и мы подробно рассматриваем, я рассказываю, как выстраивать свою деятельность, как избежать вот этого эмоционального выгорания, потому что event-менеджер это профессия, которая подвержена этому в большей степени, потому что, что такое event, это мероприятие, что такое мероприятие, это управление эмоциями человека, зачастую, даже если это бизнес-событие, не важно, поэтому здесь очень важно еще избежать вот этого эмоционального выгорания, чтобы все было последовательно, поступательно, хоть в хаосе, event-менеджере это сделать практически невозможно, но я объясняю, как это можно структурировать и организовать. проектные документации, как я уже говорила, я даю вам форматы, бриф, экшн-план, рабочий сценарий, и вот тут не написала, но могу сказать, что даю еще такой сценарий для режиссера, который event-менеджер может сделать своими руками, то есть это такой лайфхак, он появился путем моей работы в те времена, на салиментом бизнеса, так скажем, а когда режиссера денег не давали, а работать как-то надо, а у тебя в проекте свет, звук, видеотехника, ролики, выезды, хлопушки, лазеры, салюты, и все это же нужно структурировать, и по сути ты как бы есть режиссер. И вот с ходом моей деятельности выработался такой документ, которым я с удовольствием с вами поделюсь, потому что его как бы нет ни в каких там шаблонах, и прочее. Вот возможно вы слышите про сейчас на слуху модные чек-листы и прочее. Ребят, я это не даю, потому что это элементарный уровень. Мы говорим про профессиональную организацию мероприятий. Чек-листы это организация дня рождения своей дочери, или сына там, неважно. Это да, но мы говорим про профессиональную организацию мероприятий, и здесь так или иначе нужны документы рабочие, которые будут помогать вам организовать мероприятия. Они грузные, большие, но если вы сделаете один раз, то потом вы уже, так скажем, подсядете как на такой вот инструмент, который вам помогает, и уже сложности не будет, времени будет тратиться все меньше и меньше, и потом уже, когда вы будете руководителями, и раздавать эти документы вашим подчиненным, очень удобно это все контролировать. Если вы работаете в агентстве, очень удобно коммуницировать с клиентом на основе этих документов. В общем, обо всем этом рассказываю крайне подробно. Так, опять у меня про проектную документацию, я сейчас слайд это тогда уже пропускаю, потому что очень подробно объяснила вам его. Про бюджет у нас отдельный модуль, а вот прям отдельные часы. Я знаю, потому что приходит и очень много слушателей говорят, мне бюджет, мне бюджет, мне важно только бюджет, давайте сразу про бюджет. у нас есть отдельно, то есть мы говорим про цифры, я показываю, ну, сейчас я вам открою, у меня есть содержание, я раскрою пошире. Дальше, есть большой блок по работе с поставщиками, потому что одна из основных частей деятельности Event Manager это работа с поставщиками, так или иначе, потому что мы все собираем, так скажем, вручную и являемся такими переводчиками, буферами между клиентом и поставщиком. Значит, рассматриваем, кто является, какие поставщики, форматы, виды и прочее. По спецификации я прохожусь по основным, свет, звук, видео, проекция, продакшн, кейтеринг. И вот в этих темах я рассказываю важные понятия, которыми нужно владеть для того, чтобы работать с такими поставщиками. То есть, что такое порталы, что такое световые головы, чем отличается прямая проекция от обратной, какие виды видеопроекционных экранов существуют, что такое цветная печать двусторонняя, 4 плюс 4, как расшифровывается 4 плюс 4. Ну и по кейтерингу мы прям отдельным блоком проходимся, потому что это боль ивент-менеджера. И я рассказываю почему и объясняю, как с этим справляться и как делать так, чтобы это было хорошо. Дальше очень подробно рассматриваем, как подобрать место проведения, какие бывают площадки, в чем их специфика. То есть, чем, например, лужники отличаются от лофта, как работать с той или иной структурой, как подобрать правильно ресторан, как составить слайд с описанием площадки, какие факторы отразить, а каких стоит умолчать и не отображать их. Дальше форматы рассадок и здесь очень нравится всем, как рассчитать какая площадь зала, ресторана, кафе, лофта, выставочная, подходит для мероприятия. Тоже рассказываю. Ну и про инспекцию площадки тоже, какие вопросы задавать, сколько раз посещать место, какие детали при бронировании мероприятия, какие существуют пункты по отмене мероприятия. В общем, рассматриваем этот модуль очень обширно. Есть у нас тоже практика в этих модулях. Вот, например, у меня есть задачки такие, знаете, расчет алкоголя нас 400 человек. Да, я даю пример решения и мы разбираем так это или нет, что правильно, что неправильно. Вот можете посмотреть условия и сейчас для себя понять, насколько для вас это сложно или нет. ну, сразу могу сказать, что это, конечно, расчет неверный, да, и мы разбираем почему. Расчет площади зала, да, квадратура, метраж, это я уже тоже объяснила. Дальше, содержание модуля о проектной команде и особенностях мероприятий. Значит, существует проектная работа и она организовывается либо проектной командой, либо и event менеджером в единственном числе. Я рассказываю, как это организовано. Мы обсуждаем, как проходит обмен информацией между event менеджером и клиентом, между event менеджером и рабочей командой. Мы говорим про продвижение мероприятий, это касается PR-эвент, каких-то рекламных событий, маркетинговых, рассматриваем инструменты продаж вашего мероприятия, проговорим про спонсорство, кто может быть спонсором. Я даже даю контакты тех компаний, которые могут стать спонсором. В основном всех интересуют алкогольные бренды. Я также рассказываю, как можно зайти в любой бренд и привлечь его в качестве спонсора. На самом деле это несложно. Ну и говорим про запас прочности мероприятий, этика, страховка, юридические вопросы. Очень жарко всегда на занятии обсуждаем авторское право. Все рассказываю досконально, как и что. Потому что, как мы знаем, любая фотография из Яндекса, Гугла принадлежит тому или иному владельцу, то же самое с музыкой. Я рассказываю, как быть. Дальше есть модуль бюджетирования. Это то, что востребовано очень в курсе. И здесь мы рассматриваем основные позиции, которые влияют на бюджет, которые необходимо сформулировать при инициации мероприятия. Дальше есть интересная часть, где я рассказываю, как оптимизировать расходы по мероприятию, потому что независимо от того, где вы работаете, на стороне агентства или в корпорации, ваше руководство будет требовать урезать бюджет. В конце, когда все готово, все говорят, а теперь режем бюджет. И я буду рассказывать, за счет каких инструментов это можно сделать. Дальше показываю примеры расчетов, как составляются бюджеты в зависимости от формата мероприятия. Раздаю здесь как раз шаблоны, как это работает. Далее рассматриваем важные правила при бюджетировании, как учитывать налогообложение, как производить взаиморасчеты с поставщиками, как выглядят гонорары агентств, их размер. И на практике мы проходим маржинальность и рентабельность ивентов. То есть это как раз та важная часть, которая необходима вам в качестве работы, как рабочий инструмент. То есть составить бюджет это еще не все. Иногда в агентстве есть определенные ставки по маржинальности, соответственно, вы должны разбираться в этом. Либо если, ну да, то есть маржинальность и рентабельность. Так, что касается видов мероприятий, как я уже говорила, в тестационной работе вы выбираете, у нас на курсе мы рассматриваем пиар-эвент, маркетинговые мероприятия, корпоративные события, выставки. Подробно эти четыре форматы, на них на каждой отводится определенный модуль, определенное количество часов. Я рассказываю на примерах естественно своих успешных кейсов, потому что каждый формат реализован мной. И рассказываю теоретическую часть, которую вы можете использовать впоследствии работая с данными форматами мероприятий. Что еще в моем курсе? В моем курсе много видеоматериала, которым я визуализирую ту или иную теоретическую часть. Например, может быть, кто-то из вас уже в курсе есть компания Сила Света. Это очень сильный поставщик в мире видео проекционного визуализации мероприятий. Я показываю успешные ролики, какие-то успешные отчетные видео по проектам. делаю максимально разнообразным наше обучение для того, чтобы задействовать все сферы ваших восприятий визуализации. Прошу прощения, у нас тут окно открылось. Мэри Поппинс практически к нам вырвалась. Сейчас мы его закроем, чтобы не мешало нам позву. Я стараюсь визуализировать свой материал, еще подкрепляя успешными кейсами видеоподрядчиков и всем остальным. Безусловно, делюсь контактами проверенных. Можете одним из первых записать Силы Света, которые являются лидерами по видеопроекции. Чтобы вы понимали, чем они занимаются, я сейчас объясню. в Москве проходит ежегодный фестиваль Круг Света, когда идет вот этот видео 3D-мэппинг на здание Большой Театр, знаю, в Царицыно. Здание МГУ это вообще один из первых объектов, которые были использованы под инсталляцию спонсором объявлялся Альфа-банда. То есть это вся видеопроекция, которую делают эти ребята, и плюс они уже вышли на международный рынок, и достаточно успешно работают. Ну что, я вот постаралась уложиться во времени и постаралась рассказать вам все то, что планируется на курсе. Теперь я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас возникли, остались, и в принципе, вы можете спросить все, что угодно. я сейчас нахожусь в чате у нас здесь. Если все понятно, то тоже можете сказать, что понятно. Если понравилось, вы придете тоже, мне будет приятно, если планируете. ответить. А вот у нас есть одиночный слушатель, точнее два, но может быть мы с вами познакомимся, пока у меня вебинаристы задают вопросы. расскажите о себе, как вы к нам пришли, почему вы к нам пришли. Просто неизвестная для вас профессия? Нет, немножко частично касается то, что на выставках участка с одной стороны, но не в принципе интересно. Как вопрос, если он может быть лицами или неофициально? Значит, смотрите, то, что касается оплаты труда и венд-менеджера, то если вы работаете в рамках агентства, то там есть небольшая фиксированная официальная часть и все остальное, как правило, неофициально. А, да, ну вот видите, если вы работаете в корпорации, в любой, ну, то есть я корпорации называю компанией, то там все в белую. Да, ну, то есть это как бы вот Ну, не всегда. В зависимости, во-первых, от масштаба мероприятия, то есть если мероприятие большое, то тогда, да, удобнее общаться через одно окно, через агентство. А если мероприятие небольшое, то в корпорации вы можете руками просто собрать подрядчиков и взаимодействовать с ними напрямую и оплачивать там каждого самостоятельно. Но это все зависит от того, как вам удобно. но в зависимости от того, что именно. то есть у нас были мероприятия, которые мы делали сами, руками, если рассматривать в рамках корпорации, да, вот сейчас, а были когда через агентство. то есть это прям вот все очень... А? Поэтому тоже очень санатутся, как сделать пиар и конкретизировать. Конкретизируйте вопрос, потому что сделать пиар это вы про что? Про то, что у вас было написано пиар пиар мероприятие, смотрите, его организовываете вы непосредственно вот как делала это я. Я организовываю всю экзекьютив часть, то есть с меня площадка, обслуживание по меню, продакшн и так далее. Если мы говорим про контент, который должен быть использован в пиар мероприятии, это готовил мой пиар менеджер, потому что он занимался непосредственно этой работой, это не совсем обязанность ивент менеджера. Да, иногда нагружают, но у меня было вот так. И плюс работа со СМИ. Да, иногда ивент менеджер этого касается, но чаще всего этим занимаются пиар менеджеры, то есть у меня опять же был в команде пиар менеджер, который занимался тем, что приглашал СМИ на мероприятие, договорился с ним о публикациях, объем, количестве и так далее. Такая, вот такая история. Если мы говорим про продвижение, то здесь, ну, как правило, вы используете такие узкоспециализированные уже агентства, которые работают, там, ну, я не знаю, то есть есть это ролик, то это видеосъемка и используете там кампанию по продвижению его там на просторах Ютуба или где это вам необходимо. То есть ваш вопрос, он очень широкий. Если у вас есть конкретные мероприятия, то я вам по полочкам его разложу. А вот говорить широко достаточно сложно, потому что непонятная задача. Вот, Аня, спасибо вам большое, да, мне очень приятно. Она написала, что все понятно, разложено по полочкам, спасибо. Ну что, я тогда жду на курсе, я надеюсь, что вы сможете к нам присоединиться к очному обучению. Если какие-то вопросы административные, вы можете обратиться к администрации специалистов любого комплекса, все контакты есть на сайте. Если какие-то профессиональные вопросы, связанные с курсом, можете воспользоваться моими личными контактами, которыми я делилась в самом начале, то есть спросить, написать либо в соцсетях, либо в WhatsApp, как вам удобно. Вот, ну, если вопросов нет, то мы тогда завершаем нашу трансляцию.